приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео друзья мы с вами уделим внимание постельному белью поговорим о том когда правильно менять постельное белье каким должны быть постельное белье а также обратите внимание на те советы рекомендации чтобы уберечь себя от каких-то бед проблем и неприятностей так друзья далее все более подробно в этом видео наверное ни для кого не будет новостью что на сон тратится треть жизни человека во время сна находясь в своей удобной кровати мы с вами расслабляемся отдыхая от забот дня в это время у нас восстанавливаются силы того как мы спим удобно ли нам зависит наше самочувствие и эмоциональное состояние это чтобы сон был крепким и в течение ночи мы с вами набрались сил нужно обращать внимание на то на чем мы спим чем застелена наша кровать так как многие люди к сожалению не обращают на это внимание не по незнанию не то просто напросто не заморачиваются не задумываются над тем что наволочки и простыни не только способны улучшить качество сна но и притянуть нашу жизнь те или иные события если правильно выбрать и пользоваться постельным бельем то можно стать более успешным состоятельным человеком жизнь будет более богатой и благополучной и так друзья какие же существуют народные приметы связанные с этим во первых нужно меня менять обязательно постельное белье перед религиозными праздниками желательно чтобы комплект постельного белья был новеньким и застелить его нужно за день до праздника этим самым вы обеспечите себе то что последующие месяцы будут благополучными и легкими за чтобы вы не брались обязательно нужно соблюдать правила связанные с узорами ведь сейчас такое большое разнообразие рисунков что просто глаза разбегаются но если вы остановите свой выбор на комплекте в мелкий горошек или в мелкий повторяющийся рисунок то этим выбором вы притянете в свою семью изобилие и недостаток если спеша натянули наволочку на подушку или пододеяльник на одеяло наизнанку то ждите неприятности ваши дела разладятся и не принесут желаемый эффект на чтобы нейтрализовать негативное действие народные приметы снимите белье что застелили неправильно выверните и бросьте на пол встаньте на него сначала левой ногой потом постучите пяткой левой ноги а него а затем хорошенько потопчетесь по нему обеими ногами и при этом проговорите такие слова топчу топчу весь негатив вытопчу чтоб дела моим не мешал и проблем не предвещал затем после проделанного застелите постель правильно ничего плохого уже точно не произойдет постельное белье нужно обязательно гладить чем лучше она выглажена тем больше достаток в доме не забывайте что складки притягивают негатив который способен создать вам много проблем вашей жизни многие настоящее время не под крахмаливают белье потому что не знают о том что на крахмаленное белье притягивает в дом большие деньги на ткани постельного белья не должны не должно быть каких-либо повреждений или затяжек если на нем появились дыры не нужно их зашивать ставить заплатки от него срочно нужно избавиться как бы вам жалко не было она послужила вам добрую службу ибо приняла на себя негатив который предназначался вам даже если повреждение не очень большие такое белье будет оказывать негативное влияние на того кто будет на нем спать и как результат от его воздействия конфликтные ситуации в семье недопонимания и разногласия если такое белье будут спать супруги то отношения между ними испортится станут натянутыми что в конечном итоге может привести к тому что семья распадется даже если они до этого практически не ссорились рваные простыни наволочки притягивают проблемы с деньгами так как наделены энергетикой бедности вещи при длительном использовании способны напитываться негативной энергетикой а и постельное белье тому не исключение старое множество раз стиранное белье не только будут мешать полноценному отдыху вызывая бессонницу страхи и кошмарные сны но и перекроет поступление светлых энергий вашу жизнь лишив вас как чего-то нового таки ярких эмоций а рутина наполнив вашу жизнь сделать ее однообразной и неинтересной если вы хотите жить счастливо привлечь новые отношения и жаждете добрых и благополучных перемен выбросите старое белье и купите себе новое красивое а прикоснувшись которому вы будете ощущать счастье поспав на нем одну ночь вы ощутите что вашей жизни начался новый этап который будет наполнен только приятными переменами если белье из искусственной ткани то так и знайте что и отношения в семье будут такие же натянутые нечистосердечные и наигранные как бы вам не нравилась расцветка такого белья воздержитесь от покупки чтобы не пришлось потом улаживать конфликты и устанавливать доверительные отношения в семье вашей жизни постельное белье должно быть только из натуральных тканей и не обязательно это должно быть шелковое постельное белье где цена высокая это может быть по и постель из более бюджетных тканей такие как хлопок сатин бязь или лен но если в ткань добавлена примесь синтетики от него стоит также воздержаться перемешиваясь между собой энергии натуральной ткани и синтетики будут создавать вашей спальне хаос что отрицательно скажется на ваших взаимоотношениях либо с супругом либо с партнером отношения не будут искренними и не будет чистосердечных отношений на ткали на ткани белья не приветствуется нахождение изображений птиц и зверей потому что эти рисунки являются носителями активных энергий а для сна нужно спокойная энергия которая будет способствовать сну поэтому если вы будете ежедневно засыпать в окружении птиц и зверей то вас появится расстройство нервной системы вы будете проявлять агрессию к окружающим вас людям появится навязчивая идея опасности категорически запрещаются водные пейзажи на постельном белье стихиям воды не место в спальне так как энергетика такого белья может спровоцировать вредные привычки с алкоголем психические расстройства болезни сердца а также это будет вымывать деньги из вашей жизни играет большую роль и цвет белья самые неблагоприятные цвета для спальни это синий и черный так как белье такого цвета может вызвать кошмарные сны тоску уныние и затянувшуюся депрессию вертикальные полосы треугольники ромбы на постельном белье нежелательны так так как такие геометрические фигуры несут в себе отрицательную энергетику и могут внести раздоры в семейную жизнь конфликты недопонимания и размолвки далее транспортные средства высотные здания лица людей на постельном белье также не должны присутствовать используя такое белье в своей жизни вы не будете знать откуда и когда на вас начнут сыпаться недоразумения отношения семейной пары которые будут спать под таким бельем будут находиться под угрозой беспокойный сон ощущение подавленности и усталости будут вас сопровождать изо дня в день что вызовет головные боли проблемы с нервной системой одинокий человек спящий в такой постели на протяжении долгого периода времени будет оставаться без пара все знакомства будут неудачными и огорчать огорчать человека часто на комплекте белья находится несколько нежелательных элементов например высотные здания которые отражаются в воде или фон черный или темно-синий машины поезда самолете самолеты на фоне синего неба и так далее в этом случае один символ на постельном белье к сожалению усиливает действия другого многократно засыпая в такой постели вы вряд ли проснетесь утром бодрыми и отдохнувшими старайтесь воздержаться от покупки белья с такими картинками какое же постельное белье стоит приобретать дабы она способствовала укреплению здоровья семейных отношений чтобы отдых был полноценным а ваша жизнь была радостная и не тратилась попусту и так это должно быть следующее белье с кружевом или вытесненными узорами на поверхности это должны быть плавные линии круги допускается рисунок облаков травы с каким-то богатым орнаментом выбирайте его интуитивно прикасаясь к нему вы должны ощутить тепло как тогда вы на энергетическом уровне поймете что это белье вам подходит и она ваша покупая белье обязательно придерживайтесь определенных правил покупку стоит приурочить к растущей луне тогда вашу жизнь притянется много благоприятных моментов а если это сделать на убывающую луну то ток жизненной энергии приведет к тому что сон станет беспокойным будет к сожалению мучить бессонница усталость и разбитость станут вашими спутниками да и семейные дела изменятся не в лучшую сторону будут страдать и ваши финансовые дела для того чтобы жизни преподносила сюрпризы оказывается что и стирать белье нужно в определенные дни соблюдая также все правила менять белье нужно каждую неделю так как вы с вами потеем мы в ворочимся и она теряет не только свою свежесть и привлекательность и не вызывает в таком случае положительных эмоций но и начинает притягивать ненужные энергии которые будут разрушать ваше биополе во время сна для этого самый подходящий день друзья это суббота хорошо смену белья совместить с уборкой в доме в семье в которой придерживаются этого совета будет крепкими здоровье и материальное благополучие к тому же спокойный сон вот способствовать хорошему настроению желанию творить и добиваться всех поставленных целей еще одним удачным днем является четверг в этот день обязательно нужно перестерить постель этим действием вы привлечете удачу успех а все дела за которые вы будете браться будут заканчиваться только положительными результатами неблагоприятные дни по отношению к белью меняя пятницу белье постельное вы притянете в свою жизнь большое количество мелких изнуряющих проблем как только будут уходить одна проблема на ее место сразу появится другая далее воскресенье воскресенье категорически нельзя менять постельное белье это чревато бессонницей кошмарами недомоганием да все остальные дела за которые вы после этого будете браться будут заканчиваться безуспешно что приведет еще и к денежным проблемам не стоит менять белье и в церковные праздники дабы избежать крупных неприятностей не стоит менять белье и втроем даже если при этом будут участвовать самый близкий человек потому что этим действием вы привлечете свою жизнь несчастья постель на которой спят супруги не должны застилать посторонние люди чтобы в семье не начался разлад если у вас ночевкой были гости то сменить постель нужно через час или два после их ухода если сделать это сразу то ссоры с этими людьми к сожалению не избежать если вы запланировали остаться на новом месте подольше тогда перестелите постель в четверг до того как взойдет солнце стирать белье лучше всего в понедельник или вторник перед стиркой выверните белье наизнанку чем убережете семью от бед и болезней если друзья еще другие интересные народные приметы которые не всем известны если ваше домашнее животное подписывала на постель это приятным неожиданным событием видели на постели жучка счастливой семейной жизни если человек без пары значит скоро познакомиться со своей второй половинкой а если подарить мало знакомому человеку постельное белье такой подарок приведет к ссоре не стоит получать подарок белье от одинокой женщины или вдовы дабы не притянуть свою жизнь их проблемы людям которые одиноки никогда не дарите также постельное белье особенно двухспальная потому что таким подарком вы обречете человека на длительное одиночество если человек примет такой подарок то будет оставаться без пары пока данный к плент не порвется если вы одиноки вам дарят такой подарок и вы не можете от него по каким-то причинам отказаться тот купитесь дайте за него несколько мелких монет также никогда не шейте сами постельное белье особенно для пожилого человека вы с таким бельем притянете к нему проблемы со здоровьем не дарите и не отдавайте никому свое постельное белье даже если оно было в использование только один раз иначе вы таким образом передадите свое здоровье удачу и благополучие такому человеку размер постельного комплекта должен соответствовать размеру одеяла и подушки если он будет маленький то того кто будет на нем спать вытеснять будут из многих жизненных сфер это может быть и увольнение с работы ход из семьи потеря друзей если наоборот большим то это беспорядок и неурядицы жизни вам обеспечены а большие наволочки вызовут путаницу в жизни человек не сможет реагировать нормально на важные дела и вещи друзья старайтесь использовать эти важные советы в своей жизни так как в постели мы проводим значительную часть своей жизни хотелось бы чтобы она была наполнена только счастьем уверенностью в завтрашнем дне с крепкими семейными отношениями деньгами успехом и конечно же чтобы сон был крепким спокойным ведь от этого зависит то какие энергии мы будем притягивать в течение всего следующего дня с вами как всегда был друзья канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной ценной информации но прямо сейчас на экране друзья видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео